Друзья, вы на канале ЮАНьюз. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Но мы начинаем. Сухопутные войска опубликуют кадры защитников 128-й бригады и 2-ю ОСБ в Пятихатках. В Дипстейт сообщили, что бойцы 225-го батальона ТРУ продвинулись на север в направлении Орехова-Васильевка. Также появилось их фото с пленными москалями и трофейными шевронами. Кроме того, сообщается, что занята одна из ключевых высот, а украинским защитникам противостоят оккупанты 200-й мотострелковой бригады РФ. Замминистра обороны Анна Малер также подтвердила освобождение еще семи населенных пунктов. В течение двух недель наступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях, которые вели воины объединенность стратегической группировки войск Таврия, удалось освободить такие населенные пункты – Пятихатки, Новодаровка, Левадная, Сторожевое, Макаровка, Нескучная, Благодатная и Лобковая. Украинские защитники мощно отработали по оккупантам авиации и артиллерии, передает Генштаб. В СУ уничтожили два ЗРК, три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, пять складов боеприпасов и три артиллерийских подразделения россиян на огневых позициях. В СУ также вели контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта, передает Институт изучения войны. Они нанесли локальные удары в Луганской области, провели операции на севере и юге Бахмута, а также наступали вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. В НАТО растет консенсус, что Украина должна стать членом Альянса по упрощенному режиму вступления. Об этом сообщает политика. Потери РФ наивысшие со времен мартовских боев за Бахмут, передает британская разведка. В Минобороны Британии отмечают, что в последние дни продолжались тяжелые бои, наиболее интенсивные из которых велись в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. Украина продолжает вести наступление и добивается успехов. На южном направлении российские войска ведут оборонительные операции. В разведке отмечают, что потери есть с обеих сторон, однако российские потери, вероятно, самые высокие с момента пика битвы за Бахмут в марте. В СУ также продвигаются на Бердянском направлении. Никаких переговоров с Россией, пока их войска находятся в Украине, не будет, заявил Ермак. Он также подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, касаемо территориальной целостности. Украина никогда не пойдет на нижние компромиссы, что касается территориальной целостности нашей страны. Никаких переговоров с россиянами до того момента, когда здесь перебывают их войска, не будет. Португалия предоставит Украине беспилотники ТЭК-ЕВЕР-АР-3, передает Дефенс-Ньюс. Несколько дней назад Министерство обороны Британии опубликовало видео, на котором показало предоставляемое Украине военное оборудование. Там и заметили эти БПЛА. Украина в контрнаступлении задействовала только три из 12 бригад, передает Ройтерс. Как сообщает агентство со ссылкой на польского военного аналитика Конрета, Украина готовилась к контрнаступлению в течение как минимум шести месяцев после отступления российских войск из-под Киева, а также деоккупации Херсона и Харьковской области. Отмечается, что для операции военные создали 12 бронетанковых бригад. Девять из них обучены и оснащены на Западе. Напомним, что бригада обычно включает не менее 3,5-4 тысяч военнослужащих. Однако в контрнаступлении на юго-востоке Украины приняли участие около трех бригад. И, по словам аналитика, стоит воздержаться от размышлений об успехах или неудачах, так как решающая битва еще впереди. Тем временем страны ЕС завершили подготовку 24 тысяч военных в ССУ, передает глава евродипломатии Борель. Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общестрелковой армии РФ, которая размещалась в районе Кременной Луганской области, передает Институт изучения войны. Российские источники сообщили, что в результате удара Химарс погибло около 100 российских военнослужащих. Еще 100 были ранены. Уже официально украинские пилоты начали обучение на Ф-16, передает Столтенберг. Скоро будут самолеты и скоро оркам будет жарко. Европейский парламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс. В резолюции, принятой в четверг 425 голосами «за», депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнять свои обязательства перед Украиной и положить путь для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу. Парламентарии ожидают, что процесс принятия в НАТО начнется сразу после войны и пройдет как можно скорее. Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и США объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Об этом говорится в совместном заявлении четырех министров. Как сообщила британская Минобороны, Украина получит сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем. Причем их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель. Германия передаст Украине еще 64 управляемые ракеты для «Патриот». Как сообщил министр обороны страны Борис Писториус, на второй день встречи НАТО в Брюсселе ракеты будут доставлены в Украину без промедлений. Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас в этой особой фазе войны, сказал министр. Помимо этого, агентство Reuters сообщает, что немецкий оборонный концерт «Рейнметалл» ожидает заключения с правительством ФРГ многомиллионной сделки для изготовления и поставок боеприпасов. В частности, в июле концерн поставит Украине 300 тысяч снарядов к самоходным зенитным системам «Гепард». Тем временем в Конгресс США подали законопроект, предусматривающий выделение 80 миллионов долларов на закупку передачи Украине дальнобойных ракет «Атака МС». Об этом сообщает старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаров в Твиттер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 20 червня силами 128-ї ГИБДД и 2 ОСБ было выбито расистов из населенного пункта Пятикатки. Расисти тікали, и дальше технику будет припасов в пункт, чтобы не есть.